Всем привет! Сегодня я буду показывать вам, как делать универсальное моющее средство. Я его использую для стирки, в том числе и в стиральной машине. Можно его использовать для мытья посуды, чистки раковины и много других применений. Нам понадобится вода, мыло, кальцинированная сода, бура или тетраборат натрия, это продается в аптеке. И трилон Б по желанию, если есть, если вы занимаетесь какими-то домашними кремоварениями, мыловарением, то возможно у вас есть. Но это не обязательно. Для начала нам нужно взять кусочек мыла. У меня мыло вот такое вот хозяйственное, я делаю это мыло с нуля, на основе кокосового масла. Здесь 50% кокосового масла, а также кукуруза, касторка и пальмы немного. С пережиром ноль. Если вы будете использовать средства для стирки в стиральной машине, берите мыло с пережиром ноль, иначе у вас будет оставаться налет. Вот, если у вас нет такого мыла хозяйственного с нуля, да, как я делаю, ну или вы там сами не мыловар, тогда можете брать обычное хозяйственное мыло. Туалетное мыло, опять же повторюсь, брать нежелательно, поскольку там присутствуют добавки для смягчения кожи, и нам, как в чистящем средстве, это нежелательно, поскольку будет действительно оставлять налет такой вот масляный. Так, мыло мы натираем, значит, на крупной терочке. Вот такая у меня получилась стружка. Параллельно у меня стоит сейчас вот вода греется. Воды на 50 грамм мыльной стружки нужно взять 1 литр. У меня здесь чуть больше, поэтому воды у меня 2 литра будет. Но не суть важна. Дальше. На литр воды, значит, берем 50 грамм мыла и 50 грамм кальцинированной соды. Что значит сода кальцинированная? Это не обычная сода, которая продается в картонных пачечках в супермаркете. Это сода, которая продается в магазинах бытовой химии. И продается она упаковками по 500 грамм. Стоит она рублей 50. И нам понадобится ее 50 грамм. Это примерно где-то 2 столовых ложки. Ну, тетраборат натрия, пузыречек, продается в аптеке. Прямо так называется. Тетраборат натрия в глицерине, по-моему, он называется. Либо бура в порошке. И трилон Б по желанию. А также, возможно, использовать здесь либо отдушки какие-то, либо эфирные масла. Тоже как вы хотите. Если вы хотите, чтобы у вас запах присутствовал у этого средства, ну, то вы можете это, возможно, добавить. Это все хорошо смешивается и ароматизировать это средство. Так, значит, натерли мыло. И теперь в кипяток, в горячую воду, мы его пересыпаем. Так, взяла я кипяточек и теперь насыпаю стружку. По поводу мыла. Желательно класть мыло свежее. То есть, если вы сварили его не так давно, особенно, если оно у вас... Ну, хозяйственные часто делают с солью или с содой. Поэтому иначе вы просто потом не натрете его. То есть, свежесваренное мыло должно быть. Если вы кладете мыло с нуля используете. Так, вот я это дело встряхнула. Оно у меня сейчас быстренько растворится, поскольку оно у меня свежее. И вот я просто растворяю в кипятке. Можно поставить, в принципе, на газ. Сейчас у меня тут дым пойдет. Вот, можно поставить на газ и прокипятить. Ничего страшного, если у вас плохо расходится. Вам нужно растворить все. Вот так выглядит у меня калицинированная сода. Вот в такой вот коробке. Она действительно идет, как стиральный порошок. Ну, здесь вот открываю. Эффективное, экономичное средство. И мы сейчас будем тоже закладывать ее сюда. 50 грамм, опять же, я говорю, это где-то 2 столовых ложки этой соды. У меня мыло больше, соответственно, и сода у меня уйдет больше. Поэтому не смотрите. У меня тут комочка не пошла. Мне где-то 4 надо с твоей ложки положить. Ну, все, достаточно. Тоже растворяем. У меня, в принципе, все. Вы можете... Можно буру, в принципе, тоже можно даже не добавлять. У меня вот, например, ее вообще что-то не оказалось. У меня все закончилось. Поэтому это не принципиально. Теперь нам нужно дождаться, пока у нас вот эта вот жидкость остынет. Все, мы перемешаем хорошенечко до однородного. Она остынет, и тогда мы будем добавлять какие-то отдушки, ароматизаторы. Для того, чтобы постирать стиралки вот этим гелем, гель лучше желательно растворить предварительно в 4 частях воды. То есть, вы берете, ну, как вам описать, примерно 2 столовых ложки вот этого геля. 2-3, если у вас полный барабан. Если вы хлопок стираете, там, простынь, то можно и 4 положить. Разводите водой. И потом, ну, лучше горячей водой. И потом заливаете прямо в барабан в стиральную машину. Ну, все у нас однородная такая масса. Какие-то комочки на дне, но не сутважно. Их можно процедить просто-напросто. Пока не остыло, не застыло. Ну, собственно говоря, все. Мы должны это остудить и перелить в удобную для вас какую-то емкость. Можно из-под старого стирального геля. Ну, из-под покупного, я имею в виду. И прямо туда потом эфирки какие-нибудь накапать. Эфирное масло лимона, например, бергамота. Или какую-нибудь отдушку свеженькую, ну, которая вам больше нравится. Я положила еще трилон. Трилон Б. И масса такая стала. Гель, вернее, стала такой сразу прозрачной. Трилон вообще кладут для смягчения. Вот этого геля. Красивый такой прозрачный кистал. И я думаю, я сейчас процежу. У меня будет остывать. Сейчас будет не для слабонервных. Эксперимент. Берем грязную плиту. Я, конечно, знаю, можете мне не писать в комментарии, что у всех идеальные плиты. Но я специально оставляла, не чистила, чтобы вам показать. Значит, берем это чистящее средство на губочку. И вот наносим на плиту. Так, достаточно обильно. Но какое-то время мы оставляем. Ну, или можете не оставлять, если у вас такой грязи нет, как у меня. И вот теперь мы удаляем вот эту всю грязь. Очень даже, видите, как легко и просто. Я еще забыла сказать. Вы видите, что я голыми руками. Но это я делаю неправильно. Потому что на самом деле мыло с пережиром ноль, оно может руки иссушить. Я бы вам советовала ручки подвлечь и все-таки в перчатках. Если вы используете это средство действительно как универсальное. Если только для стирки, то, конечно, понятно. Если же вы делаете средство для мытья посуды, либо для таких каких-то нужд, когда вы контактируете с ним, то берите мыло с пережиром хотя бы один или два. Ну, либо там, да, туалетное мыло, как я говорила, нехозяйственное. И тогда у вас не будет оно руки сушить. Ну, либо используйте перчатки. Ну, вот, собственно, без особых, в принципе, так сказать, усилий мы потерли. И у нас достаточно прилично очистилась плита. Я считаю, неплохой результат. Самое главное, копеечная получается себестоимость в буквальном смысле. И это средство можно отнести к условно натуральным. Поэтому, я думаю, этот рецепт будет полезен многим. Ну, и теперь, когда средство подостыло, я добавлю отдушку. У меня вот такая вот свежесть мохиты. Мне очень нравится запах. Прекрасный. Тем более, у меня мыло хозяйственное. Я делала с этой же отдушкой. Вот. Вы можете использовать эфирное масло. На литр воды можно использовать, ну, капель десять. У меня здесь где-то будет больше двух литров, поэтому отдушки я кладу побольше. Это специальная косметическая отдушка. Ну, говорю, можно использовать эфирное масло, то есть купить, например, их в аптеке. Масса у меня до сих пор еще теплая. Не масса, вернее, вот эта вот жидкость, да. Но по мере остывания она будет, во-первых, белеть, во-вторых, густеть. Вот. Что еще хочу сказать. Для этого средства нормально, если оно расслаивается. То есть оно не будет вот таким вот однородным всегда. Если оно расслаивается, если оно, ну, что-то у вас, да, там какая-то водичка отделилась. Еще что-то такое происходит. Вот в плане консистенции. Это нормально. Вам нужно просто перемешать его, взболтать перед тем, как вы будете использовать. По поводу стирки, опять же, ну, лучше, наверное, подбирать индивидуально. То есть вы, например, положили две столовых ложки, постирали, там смотрите, плохо у вас либо пенится, либо отстирывает, значит, побольше нужно положить средства и так далее. То есть это методом проб. По поводу плиты вы увидели. То есть это буквально намочить немного вот в средстве и использовать раковину, также чистить кастрюли. Ну, и вообще по дому использовать при уборке. Вот. Надеюсь, вам пригодится такое мое средство, рецепт. Ну, вернее, это не мой рецепт, конечно же. Это многие маловары так делают, многие вообще, то есть хозяйки. Такой рецепт интересный. Но я им пользуюсь несколько лет уже, потому что я искала средство, которое не вызывало бы аллергию при стирке. И, в конце концов, пришла к варке мыла с нуля самой и вот к созданию такого вот геля для стирки самостоятельно. Вот. Если вам понравилось, поставьте мне класс, пишите комментарии.